Одной из главных мировых тем остается Конгресс Сирийского национального диалога, который завершился накануне в Сочи. Его участники, и это более полутора тысяч человек, которые представляли все слои сирийского общества, в итоговом заявлении подчеркнули, что судьбу Арабской Республики будет решать исключительно ее народ. На основе принципов демократии и без вмешательства извне. На форуме в России удалось запустить работу по созданию новой конституции Сирии. Подробнее обо всем Кирилл Брайнин. Хорошее начало – половина дела. Оказывается, эта поговорка актуальна и в Сирии. Только звучит немного иначе. Большой путь начинается с шага. Решение Конгресса в Сочи – как раз заметный шаг вперед. Главный итог. В ближайшее время будет создан комитет, который займется разработкой новой сирийской конституции. На ее основе потом пройдут выборы в стране. Вот этот результат создания Конституционной комиссии передается Организации Объединенных Наций. В соответствии с резолюцией 2254 в Женеве будет организована работа этой новой структуры. Это как раз к разговору о том, что Конгресс в Сочи якобы мог помешать переговорам в Женеве. Спецпосланник ООН по Сирии Стафан Демистура наоборот считает это продолжение и новый стимул для поиска компромисса. Конституционная комиссия должна как минимум включать в себя представителей правительства, оппозиции, которые участвуют в межсирийских переговорах в Женеве, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, представителей племен, женщин. Должно быть адекватное представительство этнических и религиозных групп. С трибуны Демистура благодарит Россию, Иран и Турцию за организацию форума. Впервые за много лет сирийцы, разделенные гражданской войной, говорили друг с другом напрямую, без посредников. Россия приложила очень много усилий для того, чтобы попытки политического урегулирования переросли в реальные действия. Россия активно поддерживает Женевский процесс. Россия делает очень многое и может сделать еще больше. Может помочь сирийскому правительству, на которое, кстати, она имеет большое влияние, осознать, что для политического процесса необходимы усилия, необходимы переговоры. И Россия это делает. Главное отличие Сочинского конгресса от переговоров в Истании, тем более в Женеве, это состав участников не только власти и оппозиции, а представителей самых разных политических сил и не только. Здесь мы смогли собрать под одной крышей представителей сирийской стороны официальной, парламентарии, члены правящей партии, независимые делегаты, представителей внутренней оппозиции, представителей внешней оппозиции, представителей племен, которые в Сирии имеют, в общественной жизни Сирии имеют очень важное значение. Больше полутора тысяч участников с разными взглядами. Разговор, конечно, не был простым, но так и не бывает. Это само собой подразумевается, потому что сирийцам нужен диалог, они не привыкли к диалогу, поэтому первая такая большая встреча предполагает некоторые тренинги иногда. Но они должны привыкать друг к другу, чтобы этот процесс начался и достиг своей цели. Своя цель – это консенсусы во всех вопросах. Впрочем, нашлись и те, кто приехал сюда вовсе не в поисках компромисса. Одна из делегаций пыталась сорвать переговоры. Довольно большая делегация, более 80 человек, которая прибыла из Анкары, сегодня была явно настроена на деструктивно, вела себя агрессивно. Чувствовалось, что целью ее прибытия сюда – это было не участие в диалоге со своими собратьями и сестрами, а внесение какого-то дальнейшего раскола и препятствования деятельности этого Конгресса, может быть срывы этого Конгресса. Попытка, впрочем, оказалась неудачной. Конгресс со своей задачей справился. В итоге в Конституционную комиссию войдут и те, кто приехал в Сочи, и те, кто в форуме не участвовал. Окончательного списка фамилий пока нет, но многие уже готовы работать. Мы должны собраться вместе, сесть и обсудить все, просто определить основу сирийского государства. Как лидера платформы Астана я уже начала готовить черновой вариант Конституции. Еще недавно это казалось невозможным, но вот практически на глазах все меняется. Путь к миру в Сирии, конечно, еще долгий, но направление уже, похоже, не вызывает споров. Гирилл Бранин, Ярослав Зорин, Алена Евстякова, Игорь Крецков и Владимир Афанасьев. Первый канал. Сочи.